Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках проекта библейского портала экзегет мы продолжаем чтение книги Экклесиаста или Проповедника. Сегодня мы разбираем четвертую главу. И вот как она начинается. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Обложение их обоих – тот, кто еще не существовал, кто не видел злых дел, какие делаются под солнцем». В этом отрывке есть такие ключевые слова «под солнцем», о которых мы неоднократно говорили в разборе предыдущих глав. Мы знаем, что у Экклесиаста есть как бы две реальности. Реальность под солнцем, реальность как бы без Бога. И другая реальность, реальность, которая подразумевает духовную жизнь и общение с Господом. И вот здесь Экклесиаст размышляет об угнетениях и говорит о том пространстве горизонтальном, как бы под солнцем, как бы говоря, давайте представим на секунду, что вот нет вечности, нет Бога, нет духовной жизни. И вот в этом случае, говорит Экклесиаст, видел я всякие угнетения и слезы угнетенных, а в этом случае нет у них утешителя. И тогда мертвые более счастливы, чем живые, потому что они не страдают. А еще более счастливы те, кто и не рождался, потому что они и не испытывали страдания. И действительно, если представлять себе мир в материальном плане, представлять себе, что вечности нет, что нет духовного измерения жизни, то действительно все несправедливости и все угнетения, поскольку они не могут восполниться справедливостью Божией, поскольку они не могут быть исправлены, все они приводят к страданию. И действительно, человек, который никогда не рождался, может быть даже счастливее, потому что никогда он не переживал, никогда он не чувствовал, никогда не разочаровывался, никогда не страдал. Но это только в том пространстве, которое под солнцем. И здесь Экклесиаст еще и еще раз пытается показать суету и тщетность мира без Бога. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». О чем здесь говорится? Не только угнетение людей делают их несчастными, но даже хороший благочестивый труд может доставить человеку неприятности, потому что если человек честно трудится на своем месте, если он работает для себя и даже для окружающих, то он вызывает зависть. Успешный человек будет вызывать зависть. И поэтому успех в делах – это тоже суета и томление духа, потому что это все проходит. И если мы себе представляем, что жизнь заканчивается с моментом физической смерти, то все наши труды, они приносят только лишние заботы и более того, вызывают зависть у некоторых людей, а эта зависть может привести и к каким-то неприятным последствиям нашей жизни. «Глупый сидит, говорит дальше и крестья, сложив свои руки, и съедает плоть свою». То есть один человек трудится и вызывает зависть, а другой, глупый, сидит сложа руки и ничего не делает. И таким образом тоже приходит к состоянию страдания. Так в чем же тогда разница – трудиться или ничего не делать? Если нет вечности, если нет духовной жизни, если выбирать между одними скорбями или другими, сложно понять, что лучше выбрать. Так вот, дальше, в шестом стихе этой главы, Екклесиаст дает такое замечательное короткое выражение. Он говорит «лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа». Есть в этой книге места, которые показывают суетность и чету жизни без Бога. И есть такие места, которые показывают, как мыслить человек, который не верит в существование духовного мира. Но есть и вполне себе житейские советы, которые дает Еклесиаст. И эти житейские советы применимы и к тем людям, которые не просто живут в материальном мире, но которые общаются с Господом. Дело в том, что человеческая мудрость, накопленная веками и умножаемая в том числе в поколениях благочестивых людей, помогает человеку так устроить земную жизнь, чтобы она не препятствовала его общению с Богом. И на протяжении книги Еклесиаста мы неоднократно будем встречать советы, которые вполне применимы и человеку, ведущему духовную жизнь. Эти советы более житейские, они более приближены к реальности. Именно поэтому Еклесиаст – это одна из тех книг, которые в древности, когда еще новозаветные писания не сформировались, древние христиане начинали читать первыми, входя в церковное общение. Потому что здесь есть вполне конкретные советы по земной жизни. И вот здесь Еклесиаст говорит замечательную вещь. «Лучше горсть с покоем, чем пригоршни с трудом и томлением духа». Бывает, что человек не готов довольствоваться малым, стремится к чему-то большому, но это влечет за собой внутреннюю неудовлетворенность, неуспокоенность и разные переживания. Более того, это может вызывать зависть, это может создавать проблемы. И здесь очень важно понять, для чего я тружусь, и готов ли я потерять свой внутренний покой ради приобретения успеха или ради достижения каких-то земных поставленных целей. Вот Еклесиаст считает, что лучше небольшое с покоем, чем пригоршни с трудом и томлением духа. Дальше написано в книге. «И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою благо?» Говорит такой человек. «И это суета и недоброе дело». Интересный отрывок. Здесь Еклесиаст еще раз возвращается в это пространство жизни как бы без Бога, говорит, вот представим себе, что духовной жизни нет, и тогда человек одинокий, для чего он живет? Он живет без смысла, потому что ни детей он не оставит, ни богатство свое не может наследовать. И как бы такой человек действительно говорит, а для кого я вообще тружусь? А для кого я лишаю себя удовольствий? Для кого все эти переживания? Для кого все эти страдания? И Еклесиаст говорит, это суета и недоброе дело. Добро или хорошо, как мы говорили раньше, для Еклесиаста это как бы синоним слова гармония, наверное, которое мы сейчас употребляем. То есть хорошо или добро, это то, что в душе рождает мир. А то, что нехорошо, вызывает внутри нас дисгармонию, расстроенность, неприятные чувства, чувство пустоты. И вот когда человек один, и когда он живет под солнцем, когда он не осознает присутствие духовного мира, и когда он не общается с Богом, тогда действительно его жизнь наполняется бессмысленностью, наполняется пустотой, наполняется тяжелым ощущением собственной ненужности. И действительно, по большому счету, вот мы знаем, что есть в нашей жизни разные люди, и родственники, и друзья, и близкие, но всегда бывают ситуации, когда человек остается один. И по этому поводу один из недавних духовников нашего времени, отец Иоанн Кристианкин, говорил, что человек — это, по большому счету, такая одна большая ненужность. И нужен он по-настоящему одному только Богу. Но если живет человек в пространстве под солнцем, под небом, там, где нет духовного мира, когда он не хочет общаться со Христом, тогда действительно его жизнь становится ненужной. И эту ненужность человек почувствует и будет сильно переживать. И книга Кристиасты еще и еще раз пытается обратить наше внимание на то, насколько тяжело и насколько пусто жить без духовного мира только под солнцем. «Двоим лучше, нежели одному», говорит дальше Экклисиаст, «потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться, и если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Этот текст Экклисиаста дает вполне житейский совет. И для человека, ведущего духовную жизнь, этот совет тоже вполне применим. Вообще, сам Господь в раю сказал «Нехорошо быть человеку одному» и сотворил Адаму жену. И здесь Экклисиаст размышляет о том, что вдвоем, то есть в семейной жизни или в дружеских отношениях человеку всегда легче, потому что есть возможность опереться на своего друга, есть возможность получить поддержку, защиту. И Экклисиаст говорит, «Нитка втрое скрученная не скоро порвется». Многие из нас знают такую притчу о прутиках и венике, когда каждый прутик по отдельности легко сломать, а если их собрать все в один веник, то сломать их будет уже тяжело. И Экклисиаст также говорит про человеческую поддержку и про супружеские отношения, что действительно человеку от этого становится хорошо, что лучше человеку быть с кем-то, чем одному. Несмотря на то, что это бывает сложно, несмотря на то, что нужно выстраивать человеческие отношения, но с точки зрения Соломона, да и в принципе, с точки зрения Господа Бога, человеку одному быть тяжело и нехорошо. Именно поэтому в нашей церковной жизни сложилось представление о том, что было бы неплохо человеку или вступить в брак, или вступить в какую-то монашескую общину, чтобы у него всегда была поддержка. При этом, с точки зрения духовной жизни, если мы понимаем, что мы живем не под солнцем, не под небом, а под Богом, то нет ничего критичного и в том, чтобы оставаться одному. Некоторые люди очень сильно из-за этого переживают. Понимают, что вдвоем быть хорошо и считают, что быть одному очень плохо. Но, несмотря на то, что есть резон в этих размышлениях, и Экклисиаст с этим абсолютно согласен, мы должны понимать, что когда мы выходим в пространство над небом, когда мы выходим в пространство духовной жизни, то ценность человеческой жизни становится абсолютной, даже если человек один. И эта ценность в глазах Божьих никак не умаляется от того, что не получается, например, человеку вступить в брак по каким-то причинам. И ему приходится жить в одиночестве. Но если есть возможность жениться или выйти замуж, или если есть возможность заводить друзей, то Экклисиаст очень советует этим заниматься. Дальше в книге такие размышления. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы, ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным». Тоже вполне понятный житейский совет о том, что лучше быть неопытным, но умеющим принимать советы и разумным человеком, потому что тогда ты наберешься опыта, ума, и вы, как бы, как говорит Соломон, сможешь выйти на царство. Чем быть опытным, умелым человеком, который считает, что он во всех своих проявлениях непогрешим и не умеет слушать других людей. Как это иногда бывает с нами, когда мы считаем себя специалистами в какой-то области, считаем, что мы вот от и до знаем какую-то тему или умеем делать какое-то свое дело, и когда нам делают замечания или дают советы, мы можем на это реагировать раздраженно. Можем считать, что не нужно прислушиваться к совету людей, которые меньше знают, меньше имеют опыта или меньше возрастом. Но экклесиаст дает такой очень важный совет. Он говорит, что нужно уметь принимать советы, даже если ты старше, даже если ты опытней и даже если ты умнее. Потому что если есть в человеке гордыня, которая отсекает слышание других людей, то в конце концов человек, ведомый только своим умом, как говорится в притчах, падает в яму. И вот это умение советоваться, оно всегда в христианской церкви очень высоко ценилось. Если мы вспомним того же отца Иоанна Крестьянкина, он говорит, главное в духовной жизни рассуждение советом. Или святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что очень важно найти себе в духовной жизни одного, двух или трех советчиков, близких тебе по духу и знающих жизнь духовную и знающих жизнь церковную, чтобы они помогали тебе, наставляли тебя и чтобы ты мог излитим свою душу и посоветоваться. Или даже апостол Павел говорит, исповедуйте друг другу согрешения свои. О чем говорит апостол? Он говорит о том, что могут быть среди христиан у нас доверенные люди, в которых мы уверены на все сто процентов, которые мы можем излить свою душу и получить от них совет. Вот это советование, оно очень важно и для духовной жизни, и для жизни вполне себе материальной, житейской. И дальше Экклесиас продолжает рассуждение и говорит, видел я всех живущих, которые ходят по солнцам с этим другим юношу, который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им, и это суета и томление духа. Но в общем, о чем говорит Экклесиаст? Он говорит, видел я смену поколений, видел я человека, который ходит с юношей, то есть своим сыном или наследником, который займет его место, и вот вся эта череда смены поколений, это тоже суета и томление духа. Почему? Потому что, если мы представляем себе мир как в горизонтальной плоскости, представляем себе мир под небом, в чем может быть смысл жизни? Вот многие говорят, в том, чтобы родить детей. Хорошо, человек рожает детей, эти дети тоже рожают детей. Этот бесконечный цикл повторяется, но в конце концов он не приводит к какому-то конечному результату. И Экклесиаст смотрит на это со стороны и предлагает нам тоже посмотреть на это и понять, что смена поколений, рождение детей, передача своего богатства по наследству и все остальное не имеет смысла, если человек не знаком с пространством вечности и само по себе не имеет ценности. «Наблюдай за ногою твоей», говорит дальше Экклесиаст, «когда идешь в Дом Божий и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Вот это «они не думают, что худо делают» это говорится здесь о тех людях, которые полагают, что их жертвоприношение и их религиозные действия оправдают их перед Богом. Здесь, в книге Экклесиаста, мы уже видим то обличение фарисеев, которое потом встретим в Евангелии из уст Христа. Конечно, тогда еще не было самой партии фарисеев, но неправильный подход к духовной жизни уже был. Экклесиаст просит во время похода в храм, то есть во время молитвы, во время занятия духовной жизнью уделять большое внимание слышанию Бога, уделять большое внимание слушанию, а не тем действиям, которые мы делаем, и даже не своему разговору, потому что здесь он говорит даже не про общение с Богом, а именно про слышание. Часто бывает, что мы немного неправильно начинаем воспринимать духовную жизнь, бывает, что наш вектор духовной жизни уклоняется в сторону формализма, когда нам кажется, что необходимо исполнить это, и это, и это, и тогда мы будем хорошими христианами. Но дело в том, что даже исполнив все, человек не может оправдаться перед Богом, потому что все равно человек где-то согрешит, и все равно идеальным никто из нас не будет. Именно поэтому на землю пришел Христос. Об этом, конечно, еще не знает Экклесиаст, но уже в Ветхом Завете было понимание и видение того, что религиозные обряды и правильное исполнение храмовых и других молитвенных предписаний не могут ни оправдать человека, ни приблизить его к Богу. И у Экклесиаста появляется очень важная мысль, которая будет встречаться в нескольких разных книгах Ветхого Завета. Это мысль о том, что недостаточно что-то делать правильное для того, чтобы быть с Богом, но очень важно Бога услышать. Очень важно вступить с Ним в диалог и не просто в такой монолог, когда мы Богу рассказываем о том, что нам нужно и что нам хочется и что в нашей жизни важно, а в такой разговор, когда мы имеем мужество молчать, когда мы имеем чуткость к тому, чтобы услышать ответ Божий, который приходит и через обстоятельства жизни, и в том числе через советы других людей, ведь не случайно этот текст идет недалеко от указания принимать советы. И если мы научимся слушать Бога, тогда и наша духовная жизнь начнет налаживаться, и тогда смыслом наполнятся все формальные и правильные религиозные действия. И вот эта тема общения с Богом для Ветхого Завета очень важна, потому что многие люди исполняли правильные религиозные предписания, но не все стремились разговаривать со Христом. В книге Иова, у Иова в начале книги очень большая проблема. Он праведен, он приносит жертвы, он учит своих детей исполнять заповеди, но не общается с Богом. И вот после всех этих тяжелых испытаний главное, чего он добивается, это диалога, которого он требует на протяжении всей книги. И для нас очень важно в нашей христианской жизни научиться этому диалогу и слышать Бога. Потому что иногда бывает, что человек приходит в церковь с проблемами, ищет утешение, а когда спрашиваешь, как давно вы разговаривали со Христом, он говорит, а я не помню. Да, я читаю молитвы, я исполняю то-то и то-то, но когда я от сердца что-то говорил Богу, я уже не помню. Когда я делился с Ним своими мыслями, когда я рассказывал Ему о своих обстоятельствах жизни, когда я пытался пообщаться с Ним. Вот на этом совете Экклесиаста больше слушать Бога, чем полагаться на формальные, может быть и правильные, но религиозные предписания и действия, заканчивается четвертая глава, и в следующий раз мы будем говорить уже о пятой главе книги Экклесиаста. Экклесиаста